Всем привет, мои хорошие, мои любыми. Настал тот день и час. Вот я долго не думал, просто руки не доходили. Я, конечно, сниму это зеркало. Хочу сказать зрителям огромное спасибо, кто потратил свои деньги. Я помню ту трансляцию, когда набрали на зеркало, потом сколько за это было прокленов, за это зеркало от других зрителей, которые, естественно, ни копейки на это не потратили. Вот. Ну, скажу честно, что эта идея была не совсем моя, вот это. Но изначально, скажу, зеркало нравилось вроде как. Ну, казалось, что будет красиво. Ну, оно вроде как и красиво. Но, с другой стороны, я не хочу честно смотреться вот эти вот маленькие зеркала, сложенные рядом. Ну, не мое это. Оно не функционально, оно высоко висит. Оно как зеркало и как декор, я считаю, что лучше тогда картины повесить. Вот. В энергетику и вещах я не верю, но зеркало просто имеет мистическую подоплёку. И вот мне когда-то женщина написала, еще недели три назад, что это зеркало тебя изрежет всего на операционном столе. Ну, вот так получилось, что у меня за год две операции, как бы то ни было. Такого у меня еще не было в жизни. Хотя болячки... Ой, оно 12 килограмм, ребята. Есть. Та-та-та-та! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не хочу. Не хочу. Спасибо, я вас благодарю, ребята, но не хочу. Я подумаю, куда его деть. Отдавать я его никому не хочу, чтобы ним пользовались. Может быть, Ольге Леонтьевне подарю. Может быть, если ей нравится, я могу ей подарить. Если нет, то я спрошу у Светы, надо ли им это зеркало. Если Света скажет, что нет, то я это зеркало просто, наверное, выкину в речку. Потому что никуда. Я не хочу его разбивать, как бы, понимаете. Не хочу, чтобы оно у кого-то было. Я думаю, что его просто выкину в Днепр. С моста. О, смотрите, какой отпечаток остался от зеркала. Такая, видите, что это пыль. Она вытирается из него. Отпечаток. Очень хорошие крючки. Это мне Виталик делал, который мебель собирал. Вот. На крючке я, конечно, найду, чтобы повесить. Это переживайте. Свято место пусто не бывает. Ну, вот это очко Саурона я вынесу. Нам оно не надо, Томас. Ты согласен? Я думаю, что ты со мной, зайчик, согласен. Если бы ты разговаривал, ты бы меня поддержал. Ну, еще раз, знаете, вчера в 2 часа ночи такой концерт камни устроили, да, с барабанной дробью. Почка гастролировала, я исполняв, аккомпанировали камни, аккомпанировали камни, я был исполнитель. А Томас и рыбки, булы зрители моего кросса по квартире, 2 часа ночи. Ну, минут 30 я кросс сдал, лег, до утра участвую тут, ну, нормально. Сегодня результат в КТ. Посмотрим, что там. Надеюсь, что ничего страшного. А там посмотрим. Держи, что мы поставим в коридор. В коридоре. Отсюда пока, ребята, повесим репродукцию Монэ. Там нет мене, где на песке не пролегли твои следы, Где птица белая в тоске, где птица белая в тоске, Пружит у пениса воды. Там нет мене, где пароход в ночи надрывно оправдан. Забудел, где понимает небосвод, Где понимает небосвод, что без тебя сиротел. Я только там. Сейчас, ребятки, я подумаю, что туда ставить. Сейчас я подумаю. Вот есть вторая картина от Милы. Куда интересней и выигрышней смотрится, ребята, Чем вот ваша заливная рыба. Какая гадость ваша заливная рыба. То есть, ну, это не в обиду вопроса вам, А вот вообще как. По-моему, намного симпатичней и интересней. Кто согласен? Кто согласен, ребята? Сейчас я тебе еще поиграю, подумаю. По-моему, это гениально. У меня есть еще такая картина. Мне кажется, это гораздо интересней. Мне, кстати, очень нравится вот эта рамка. Просто обалденная. Тоннель мне дарила. Это дерево. И вот, вы знаете, я, кстати, нашел был картины вот этой Аугусте Бернс. Посмотрите, вот, может быть, кто-то знаком с ее творчеством. Это американский художник, женщина, Агуста Бернс. Она умерла. Вот она рисовала подобные картины. И тут подпись из Агуста Бернс. Я, наверное, сдам ее на экспертизу, вот эту картину. Потому что, судя по рамке, Картина хорошая, старая, понимаете? Судя по рамке, Это не говно. Вот. Это не говно. И это очень старое все, понимаете? И картина видно, что старое. И дерево это старое. Я хочу ее на экспертизу показать. У меня есть знакомые. Вот, чтобы сказали, что это. Потому что там, когда Неля покупала, и говорили, что, может быть, это, типа, какая-то фотопеча. Ну, что-то они не знали. То ли масло. Нет, это не фотопечать. Это просто на картоне она написана. Поэтому так. И Агуста Бернс. И очень, если это рисованная картина, она гениальна. Она стоит очень дорого. Так. Сейчас мы ее сюда и повесим. Вот, ребята, куда интереснее смотрится. Вот. А эту картину можно сюда повесить. Допустим. Вообще, картины, стен, картины на стенах, это очень красиво. Не знаю, кому как, а мне нравится. Я не хочу ничего реставрировать. Вот это вот как есть, так есть. Очень круто. Ну, смотрите, вот так две картины у меня висит. И пусть висят. Пусть висят. Пусть висят, отлично. Пусть висят, отлично. Ну, всю женщину встилем туда, пока не станет. Вот есть вот эта картина. В принципе, можно было повесить вот эту картину туда. Не. Тут лица смотрятся лучше. Тут живые. Пусть стоят вот так. По-моему, гораздо интереснее, чем это дурацкое абсолютно зеркало. Дурацкое. По-моему, вот скажите честно, только без глупости. Скажите честно, вам так больше нравится или нет? Ну, вот как-то зеркало нет. Ну, что-то не то. Вот оно как пусто. Оно какое-то как туннель потусторонний мир. Как всевидящее око Саурона. Понимаете? Вот оно не то. Оно как засасывало меня. Оно как сосало, наверное, все последнее, что могло остаться. Всю энергию жизненную высосало. Вот. Я считаю, что я правильно сделал. Вот оно стоит. Просто понимаете, как бы очень опасно вот его ставить. И кто-то разобьет. Я не могу его заклеить вообще как-то. Куда его вынести? Как его? Не хочу, честно. Не хочу. Не обижайтесь, ради Бога. Не это самое. Оно провисело. Я его восхищался. Потом уже расстраивался. Но я думаю, что когда я восхищался, зрителям было приятно. Когда я расстраивался или думал что-то. Я не суеверный человек в принципе. Но вот. Не хочу. Я хочу исключить вариант. Понятно, что выкинь весь антиквариат. Выкинь все из квартиры. Пойди, пойди в лес жить, все равно ты смертный. Все равно у тебя будут твои болячки с тобой. Поэтому эти болячки приобретаются неправильным образом жизни. Я все понимаю. Но символику никто не отменял. Зеркало это символ. Символика. Понимаете? Символика. А картина это не символика. Это просто произведение искусства. Которым надо восхищаться. И все. А зеркало это символика. Вот это красота неописуемая. И Томас подходит под цвет рамок. Смотрите, как он смотрится. Ах ты, змееныш, ты красивый. Милатонька. Да у него прошло. Тут возле глазика, где было вообще ничего не осталось. У моего красавца. Да. Да, да. Ничего не осталось у него. Красивый мальчик. Да? Тебя все любят, дайчик. Да. Да. Ты баловень. Да? Да. Ой, я шутся. Ой, давно не было вот этого у него. Все, зайчик. У него было, знаете, как... Как окнешка небольшая. Я ее обработал хлоргексидином. Все. Обработал там. Она вышла как беленькая. Оттуда придавил. Ему все нормально. Все хорошо. Да? Ордь. Ты мой герой. Ты мой герой. Давно, давно не было. Вот смотрю на подворотке. Вот так у него по центру как-то было. Это сбоку немножко. Ну все, убрал. Ничего не осталось. Да. Бывает такое. Бывает иногда. Как такое бывает. Окне называется. Вот черная такая точечка. Но как у угорь, типа. Вот. Ну все, мы убрали. Убрали как у зайчик. Убрали. Нема. Все. 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 Ничего не ма. Ничего не ма. Да. Да, зайчик. Мы все убрали. Да. Ты красивый, рыжий. А где девочка, что обещала тебе погладить, да? Где пахлава медовая, а? Где? Не ма. О, нема. Нема. Красавчик. Стук, стук, стук. Стук, стук, стук. Не нравится, не нравится. Ай, кота феи, ты такой красивый. Кота феи, ты мой любимый, да? Да. У нас, ребята, такая в Украине жарище. Просто неописуемо. 30 чем-то градусов. Жарко. Потом обливается. Ну и хорошо, кондиционер вообще работает отлично. Недорогой кондиционер, недорогая работа, все работает шикардос просто. Включаешь, и он холодит, и все, и очень быстро, и ночью включаю, если холодно, если жарко днем. Он, вроде мой, хороший. Ой, так красиво с картинами стало, правда. Я захожу прям как-то, как-то по-другому. По-другому сразу смотрится квартира. Вот как-то мне так больше нравится. Не знаю, как вам, но мне так больше нравится. Я придумаю композицию, которая должна быть. Вот. Там картина, не картину, большую, может быть, повешу какую-то. Может, что-то из Италии, пейзаж этот повешу. Ну, я посмотрю. Ну, пейзаж из Италии я хочу свою квартиру туда забрать. Вот. Прикольно. Сегодня, кстати, привезут софу. Мне позвонил грузчик, ну, как не грузчик, водитель спросил, как добираться. Сказал, что где-то к часу он будет, но за полчаса она берет. И сегодня приедет античная софа. Ну, как античная, 20-й годов, германская. Очень эксклюзивная, очень редкая вещь. И даже те люди, которые разбираются в антиквариате, они сказали, что это хорошая вещь, бери. Типа того. Ну, посмотрите, скажете. Я думаю, что вы будете смеяться, конечно, многие. Многие из вас будут меня высмеивать опять. Ну, мне нравится, не знаю. Может, и правду вы говорите, что нельзя это старье грибти. Что оно, типа... Я уже не знаю, как бы. Но, с другой стороны, люди живут всю жизнь в антиквариате. Ну, что делать? В настоящем, причем не в моем антиквариате, а в таком, знаете, что... Ну, ничего ж, живут. Еще нет, знаете, человека, который бессмертный. Чтобы жил в лесу без всего и жил вечно. Ну, такого не бывает. Я думаю, честно, страшно выходить куда-то и идти, потому что начнет болеть там, прям на улице. Приступ какой-то. Продолжение следует...